В американской The Wall Street Journal вышла статья с призывом отобрать у России арктический остров Врангеля, который, по мнению автора, должен принадлежать США. Хотя это не первое заявление подобного рода, именно сейчас к нему стоит отнестись со всей серьёзностью. О новом обострении старой проблемы расскажем в этом выпуске. Российский остров Врангеля расположен в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. О его существовании русские знали ещё в 17 веке, а коренное население Чукотки и того раньше. Но первым высадился на него не русский и не американский, а немецкий капитан китобойного судна Эдуард Дальман в 1866 году. Предъявлять на остров претензий на этом основании ему и в голову не пришло. А вот следом туда зачастили американцы, британцы и канадцы, которые не только вели незаконный промысел на российской территории, но и установили там свои флаги, пытаясь провозгласить остров своей национальной территорией. Всё это закончилось в 1924 году, когда после многочисленных попыток решить вопрос дипломатическим путём Советский Союз отправил на остров вооружённую экспедицию. Её участники арестовали непрошенных гостей, срубили чужие флаги и подняли свой. Американцы, скрипя зубами, были вынуждены признать поражение и отступили. Однако от претензий своих не отказались и вопрос принадлежности острова регулярно поднимается в прессе США, но сегодня он приобрёл особую актуальность. Статью в «Волл-стрит-джорнал» написал не Абекто, а Томас Дэнс, бывший глава комиссии США по исследованию Арктики. Он заявил, что Россия незаконно удерживает американский остров с 1924 года, а на самом острове расположена российская военная база, которая угрожает национальной безопасности США. Действительно, в советское время на острове было построено несколько военных объектов, которые прекратили своё существование в 90-е. Однако в 2014 году Россия окрепла и возвела там современную военную базу «Полярная звезда», радиолокационные посты и пункты наведения авиации. Всё это начало сильно нервировать американцев. Текущее же обострение объясняется очень легко – Министерство обороны намерено расширить военную инфраструктуру острова. Сделать это не так-то просто, ведь на острове расположен заповедник, в котором запрещено любое капитальное строительство. В данный момент началось общественное обсуждение проекта об изменении границ заповедника и в своей статье Томас Дэнс недаром указывает на то, что остров является домом для величайших природных чудес Земли. Примечательно, что незадолго до выхода статьи свою кампанию против планов Минобороны начала и Гринпис. С трудом верится, что это совпадение. Так или иначе, скорее всего, границы заповедника будут изменены, а новые объекты построены. В Минприроды пояснили, что советские военные объекты размещались на острове ещё до появления заповедника и никакой экологической катастрофе это не привело. А режим особо охраняемых природных территорий не должен создавать препятствий для защиты важнейших интересов государства в области обороны и национальной безопасности. Трудно с этим не согласиться. Субтитры создавал DimaTorzok